Учреждение, которое необходимо расширять. Председатель законодательного собрания региона Ирина Унтилова ознакомилась с работой единственного на полуострове IT-куба, где школьников обучают информационным технологиям. Учреждение доп. образования находится на северо-востоке. Это восьмой избирательный округ, за который Ирина Унтилова отвечает как депутат. Она встретилась с педагогическим коллективом и выяснила, каким инициативам преподавателей нужна депутатская поддержка. По её оценке, IT-куб – уникальное учреждение, воплощённое в жизнь благодаря нацпроекту образования. Когда поднимаешься сюда на этаж, ощущение, что ты вообще в другой реальности. В другой реальности по возможностям этого учреждения, в другой реальности по наполнению его информационным, в другой реальности тех проектов, которые здесь реализуются. Замечательно, что национальный проект образования направлен на такие результаты, когда сегодня более полутысячи наших ребят могут приходить заниматься программированием, робототехникой, созданием определенных информационных проектов, созданием приложений для своих телефонов. В общем, всё то, что сегодня интересует молодёжь, если говорить там, условно говоря, прямой, то это вот пик информационных технологий. И очень радостно, что вот на, как говорят, на краю земли есть вот это то начало, которое сегодня востребовано нашей молодёжи. Ирина Унтилова пообщалась с преподавателями IT-куба, многие из которых не так давно закончили камчатские вузы, а некоторые ещё являются студентами старших курсов. Все они прошли подготовительные курсы и преподают востребованные дисциплины – языки программирования, системное администрирование, робототехнику и другое. Оснащение учреждения позволяет разрабатывать со школьниками технические проекты в области информационных технологий. Меня поразили, конечно, преподаватели, молодые, с горячими глазами, очень много знающие, ставящие для себя высокие цели для своих ребят, постоянно пополняющие свои знания. Вы знаете, образец просто современного учреждения дополнительного образования, в которое хочется, чтобы всё время приходили дети. И по возможности, конечно, эти стены надо расширять, потому что, условно говоря, виртуальная очередь очень большая, попасть сюда родители хотят достаточно большое количество. И я думаю, что вот это удачное сочетание педагогов, молодых с горящими глазами и ребят, которые хотят взять в себя новые современные знания, это обязательно даст положительный результат. Председатель законодательного собрания поблагодарила ПЕД-коллектив за вклад в обучение школьников. Многие реализуемые здесь проекты связаны с Камчаткой, что тоже даёт свои плюсы. Это тоже очень важно, потому что вот этот прикладной характер, он формирует в том числе нужность в деле для улучшения того места, где я живу, для улучшения качества жизни. Поэтому это для меня тоже очень важно. Я бы хотела бы поблагодарить весь коллектив. Замечательные люди, очень инициативные люди. Поэтому всех благ этому коллективу, ребятам. И ещё раз хочу сказать, эти стены надо расширять. По словам руководства учреждения, финансирование IT-куба достаточное. Но Ирина Унтилова заверила, что если появятся планы по расширению, то это предложение обязательно будет поддержано законодательным собранием.